В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цирь. Ведьмак отправился туда в компании Кейра. Цири так и не попала к эльпскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобией. Кейра 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 Продолжение следует... 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 Других поубивали. Моих, раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда мой возвращался, услышал крики. И смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежала у ворот на рая. Совсем без головы. А потом мама. Все, не надо, хватит. Я просто хочу поговорить с Васиком. Может, он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он непридуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка по краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Не плачь, Ясенька. А я сейчас глупая семья. Нельзя взываться. Теперь помедленнее. Ивасик. Продолжение следует... 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 не отходи от меня шевелись плотно мы пришли да я гляжусь на этом уступе есть что-то что поможет тебе говорить придется туда залезть не любишь серебро да вот а вот а а Может, ему нужна эта бутылка? Держи. Молоко, шишка, улитка, кролик, телега, картинка, пердёж. Как звучит? Король купил коралловую корону на коронавшую королелю Бруге. Навеселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы, всё равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что, хочешь превратить в прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попеть дроздами. И не могу извлечь ни звука. Я старался изо всех сил. Да меня чуть удар не хватило. Тогда я пошёл в деревню. Там говорят, новая колдунья творит чудеса. А люди стали кричать, душегубик, душегубик. И спустили на меня собак. Я что, похож на душегубика? Не похож. Вот и я о том же. По-моему, это дело ведьм. Кто ещё мог меня заколдовать? Знакомый дроздь помог мне отыскать голос. Но достать его я не мог. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Удивительно. Как можно упрятать голос в бутылку? Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз, как лесной ручеёк. А иной раз, как гром. Ну и будем тусны. Болтаю я столько, что льётся, как из бочки через край. Кто-то по простой прихоти или из злости. Воспользовался очень мощной магией. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел её? Ещё бы не видел. Она получалась в сторону детских хат. И не слазь, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, ругала её, что она мне помешала. Но она не слышала. У меня же голоса не было. Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как это чаще. Вредные, злые. Лучше их не злить. Если кто-то всё-таки перешёл им дорогу. Могут отобрать голос. А могут отобрать жизнь. Как им вздумается. Гнусные бабы. Но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чём просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят всё, что делается на болотах. Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она приветом? Мягко сказано. Фу, значит, это не я странный. А она просто бабка. О сиротах заботится. Она говорит, будто меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах? А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривать? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать и тоже тебе помогу. Пойдём. На! 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 Заразнись! 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 Шевелись, плотва. Я в порядке. Ни пол ведьмы не видать. Сейчас пою бабушке. Успокою её. Соловьи уже умолкли. Умер ветерок. А луна из чёрных тучек Сыплет свой песок. Ты снова поёшь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, бабуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Ты можешь провести меня к ведьмам? Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашёл Ясеньку, когда она пропала? Нашёл. Горячку, гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил. Ты же помнишь? Я даже за голосных претензий. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет. Кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик. Помогу ему. Ступай за мной. Ивасик добрый мальчик. А вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на габелете? Это хозяйки. Всемогущие хозяйки. Отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Кто говорит твоими устами? Не дурень с собой, не глуп. И где ты такой выискался? Значит, вы и есть три ведьмы? Ведьмы? Где ты услышал такую дерзость? Опять бабы по деревням сплетничают. Зависть и низость людская не знают границ. Разве мы похожи на ведьм? Проверь. Коснись меня, Седой. Где тебе больше нравится? Мне кажется, или этот габеллен сделан из волос? Ох, какое прикосновение! Юноша, коснись-ка еще! Откуда вы берете человеческие волосы? А ты не слышал о пострижении? В этих краях мальчик становится взрослым, когда в первый раз обрежет волосы. Наша сестра делает габеллены из волос. Ровное плетение – хорошая судьба. А неровное? Неровное приходится распускать. Проклятие держит вас в этом габеллене. О-о-о, какой ты клинивый. Нас не проклинешь. Это мы проклинаем. Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О-о-о, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Эта девушка – моя приемная дочь. С такой красоткой это не мешает. Мне мешает. Смотрите-ка, какой впечатлительный. Бельница, как пиво в кафте. О-о-о, люблю таких. Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? О-о-о, тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей парышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Со староста этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина! Отдай стилет! А ты? Возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа. Стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на балун. Лысый балун. Балун лысый. Знает балун. Балун слышит. Не ты или же был? Дай Bogу. Спасибо. 正. Согласно. Согласно. Продолжение следует... 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 Убить или освободить меня хочешь? Кто ты? Я оставила мой круг. Я хранила равновесие. Ведьмы меня убили, а дух прокляли. Никогда не слышал о круге друидов в Велине. Я навсегда заблудилась в лабиринтах ветвей. Бессильно скольжу по поверхности листьев. Наверное, ты хорошо знаешь, Велина. Они проклятие Велина. Они слышат отрезанными ушами, коверкнут судьбы, сплетая пряжу из волос. Черпают силу из котла, а варят они человеческое мясо.